Здравствуйте! В эфире Вести интервью и сегодня мы поговорим с главным архитектором города Чебоксара Вениамином Мамуткиным. Вениамин Викентьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Вот старшее поколение еще помнит, что города, большинство советских городов делились на разные зоны, например, университетскую, студенческую, промышленную, административную. Почему сейчас от этого начинают уходить? Почему сейчас у нас становятся везде зоны смешанного использования? Административные здания появляются в спальных районах? Да, действительно, теоретики градостроительства когда-то в середине 20 века определили, что город – это территория, которая отвечает потребностям человека. А у человека три основные потребности – это потребность в отдыхе, потребность в труде, потребность в бытовые потребности. И вот потребность трудиться реализовывалась в промзоне. Потребность в отдыхе – это рекреационные территории, парки различные, развлечения. И потребность бытовая реализовывалась. Собственно, квартира. Да, отвечала. Это квартира, жилье, здравоохранение, учеба, детский сад, магазины. Все это как раз бытовые потребности. И получилась у нас такая застройка и такой город в результате этого. Все функции разделены. На каждую функцию у нас отдельная территория. То есть приходилось ездить, по сути, и на работу далеко. Да, и до работы далеко. Нагрузка на транспорт. Но сейчас, уже в конце 20 века, в начале 21 века, теоретики немного изменили свой взгляд на город. Город сейчас превращается в территорию со смешанными функциями. Если есть возможность в близкой к селитивной территории размещать объекты производственные, то есть с малой вредностью. Ну, или офисы, может быть. Да, или офисные помещения, административные здания. То стараются это делать в комплексе. Что это дает? Мы поняли, что некоторые районы города, ну, например, производственная зона, очень многолюдна днем. Вечером там пусто. Там, значит, окна не горят. В другое время, в дневное время, селитивная, жилая часть пустая. Там только пенсионеры и дети маленькие. И все. То есть город получалось в разное время суток, жил разными режимами в разных частях. Поэтому, чтобы это преодолеть, урбанисты сегодня говорят, что вот эти функции необходимо размещать комплексно, в одном месте. Это снижает нагрузку, в том числе и на городской транспорт. Ну, вот мы говорим, что, скорее всего, вот такая вот комплексность, подход такой, он уже приемлем к современным новым микрорайонам, которые появляются и в городе Чебоксары. От точечной застройки мы практически ушли в Чебоксарах. Развиваем отдельный микрорайон огромный, уже и с офисами, уже и с больницами, и с детскими садами, и со школами. Но все-таки вот эта массовая застройка нынешняя, к сожалению, она не решает всех проблем. Бывает такое, что есть нехватка школ, садиков, или нехватка дорог, или транспортная доступность не очень хорошая. Кто должен решать вот эти проблемы? Застройщик, город, жители, когда вкладываются как инвесторы, как дольщики в строительство жилья? Обязательство обеспечить транспортом, дорогами, новые территории, жилые детскими садами, школами. Эти обязательства лежат на городе. То есть это должен обеспечить город. Но город обеспечивает их вначале, на стадии утверждения проекта планировки проекта межевания территории. То есть на этих территориях новых, застраиваемых, обязательно предусматривается место под размещение школы, дошкольного учреждения. Естественно, дороги, улицы. Все это закладывается в утвержденном проекте планировки территории. Есть федеральная программа стимулирования жилищного строительства. В соответствии с этой программой возможно получить из федерального бюджета деньги на строительство детских дошкольных учреждений, школьных зданий и сооружений и дорог. Вот сейчас вот как раз у нас несколько объектов параллельно строятся детских садов. Во вновь застраиваемых микрорайонах школы строятся, в том числе и дороги. Очень злободневная тема – это устройство дорог для микрорайона «Солнечный» и микрорайон «14». Вот город сегодня получает средства для строительства этих дорог, и в ближайшее время строительство это начнется. То есть «Чебоксары» активно участвуют в федеральных программах. Но все-таки, наверное, и людям, которые приобретают жилье, тоже стоит как-то просматривать проект, правильно? Где они приобретают, что там будет? Естественно. Необходимо, во-первых, интересоваться, существует ли городостроительная документация, что в этой городостроительной документации предусмотрено для жителей этой территории. Имеются ли детские сады, школы. У нас эти документы размещаются на сайте города, и там это можно найти. Часто микрорайоны привлекают людей еще наличием каких-то зеленых зон, общественных пространств, парков. Для строительных компаний одним из критериев строительства является спрос на их квадратные метры. А спрос зависит от наших требований к жилью. А требования наши изменились. По сравнению с недавним временем, если мы считали хорошей квартирой большую квартиру, то теперь размеры и параметры квартиры большой роли не играют. А играет роль, насколько комфортна окружающая среда этой жилой территории. И застройщики это понимают и начинают к этому относиться более серьезно и требовательно. И уже на стадии разработки проекта планировки территорий, все эти территории, уровень комфорта закладывается. Вот, например, сейчас у нас строится, застраивается микрорайон Радужный. Там в центральной части имеется такой сквер, бульвар с фонтаном, с зелеными насаждениями, очень благоустроенный. И вот такие территории закладываются и уже другими застройщиками. Ну, например, Новый город. Вот сейчас они, ну, я пока считаю, что это экспериментально, они делают один из дворов новой застройки, двор без машин. Вот, и у них это удачно получается на сегодняшний день. То есть все пытаются конкурировать с друг с другом, да, за покупателя квадратных метров. Да, и стоимость квадратного метра будет зависеть вот как раз от уровня комфорта среды, жилой среды. Не только от квадратных метров, а от параметров квадратных метров, да. Ну, от того, как близко до магазина, да, до поликлиники. Вот это вот понимание, я считаю, что будет улучшаться, расти, и требования наши как раз будут к нашему жилью идти в этом направлении. Ну, если мы говорим о комфортной среде, нельзя не вспомнить о комфортной городской среде. Чебоксарты достаточно требовательны, мне кажется, в этом вопросе, потому что уже привыкли, что у нас преображаются скверы, парки. В России появляются какие-то новые общественные пространства, Московская набережная, та же самая просто преобразилась до неузнаваемости за последние полтора-два года. Как вы формируете проект для предоставления на федеральную программу, на федеральные гранты, и насколько учитывается мнение горожан? Сейчас градостроители и урбанисты, урбанисты, все больше стремятся к тому, чтобы учитывать мнение горожан, потому что город нужен как раз жителям города, и чтобы они себя чувствовали в этом городе комфортно и уютно. Поэтому учет их мнения обязателен и необходим. Есть Московская архитектурная школа, лаборатория которой приглашена для работы у нас в городе. И вот марш-лаборатория как раз владеет приемами и методами привлечения горожан к решению градостроительных проблем. Уже мы провели несколько мероприятий, призвали общественников, городских общественников и спортсменов, культурных работников к участию в проектировании, то есть совместное проектирование этих городских пространств. Ну, наверное, больше высказать какое-то мнение, да, предложение, возможно, какое-то. Мнение и обсуждение проекта на стадии разработки. А не чтобы потом уже кто-то жаловался. Не потом, когда мы утвердили проектную документацию, а уже на стадии разработки. И даже перед началом работы, перед тем, как приступить к проекту, вот такие вот мероприятия у нас проводятся и будут проводиться. Мы, я считаю, что потихоньку научимся этому. Ну, судя по всему, это хороший пример того, как мы перенимаем опыт, чебоксары перенимают опыт у других городов, потому что все эти бюро, они из других регионов страны. А есть ли какие-то примеры архитектурные, градостроительные, когда мы перенимаем опыт или наши девелоперы строительной компании из зарубежных стран? Готова ли вообще архитектурная мысль Чувашия и Чебоксар к тому, что у нас может появиться какой-то такой передовой объект архитектурной мысли? Готовы ли к этому инвесторы? Я думаю, что предпосылки уже есть. Строительные компании, которые наиболее прогрессивны в этом отношении, уже привлекают к работе над проектами архитекторов не только нашего города, но еще и архитекторов уже либо из Казани, ведущих архитекторов, либо из Нижнего Новгорода. Я думаю, что мы же совсем недавно приглашали Хосе Асибилию, бывшего главного архитектора Барселоны. Он нам предложил свое видение, свой вариант, свою концепцию благоустройства территории вокруг залива. И в принципе, многие его идеи, многие его принципы организации этого пространства мы сейчас перенимаем и учитываем в дальнейшей работе над уже рабочей документацией по благоустройству этой территории. То есть мы в перспективе можем увидеть какие-то новые архитектурные формы, творения? Ну, я вот всегда считал и сейчас считаю, что для того, чтобы получить какие-то интересные проектные решения, интересные идеи, необходим конкурс, архитектурный конкурс. Мозговой штурм. Да, который позволит из нескольких вариантов выбрать лучший. Вот конкурс должен войти в практику, архитектурно-градостроительную практику города. У нас и у проектировщиков не будет стремления давать наиболее лучшие, наиболее оптимальные решения для градостроительства. А будут ли какие-то новые решения приниматься по поводу архитектурного образа города, градостроительного его облика в честь 550-летия города? Мы что-то увидим? В следующем году намечено в основном продолжить работу по благоустройству общественных пространств. Это главная площадь столицы, Красная площадь. Там у нас очень большая, объемная реконструкция этой площади должна произойти. Дальше мы собираемся благоустроить территорию вокруг залива, завершить благоустройство Московской набережной. Чебоксары – это уникальный город. Во-первых, тем, что есть уникальный объект в этом городе, уже есть – это Чебоксарский залив. Чебоксарский залив позволяет городу Чебоксары создать, сформировать внутренний фасад города. Понимаете? Вот это очень интересно. Если мы смотрим с Волги на город, то мы видим большей части это внешний фасад. И то крутые склоны набережных не позволяют весь город сразу увидеть. А вот территория залива, с территории залива очень хорошо видна внутренность города. Поэтому вот это вот я называю как раз внутренним фасадом города. И я считаю, что это очень ценная городостроительная ситуация. И вот в развитии этого фасада необходимо работу усилить. В том числе, я думаю, что возможно это необходимо делать ночной фасад города. То есть архитектурное, художественное освещение объектов, которые находятся на территории, на набережной залива. Вот это нам позволит создать иное пространство, совершенно иное пространство, ночное, вечернее пространство. И даст, я думаю, новый образ для Чебоксар. Кроме того, Чебоксары, вот посмотрите, к заливу рельеф потихоньку снижается, опускается. И это позволяет создать плановость застройки. Разноэтажность. Да, разноэтажность и плановость, которая позволит увидеть перспективу города, развитие города. Вот это тоже очень ценная вещь, которую дает нам рельеф территории города. И это обязательно все будет использоваться уже наверняка еще после празднования юбилея города. Это надо развивать, усиливать и дальше продолжать. Спасибо большое, Вениамин Викентьевич. Сегодня мы беседовали с главным архитектором города Чебоксары об архитектурном облике столицы Чувашия. С вами была Валентина Алексеева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова